Крым. Окрестности Ялты. Горный поселок Верхняя Мухоладка. Дача писателя Юлиана Семенова. Сейчас здесь музей, а четверть века назад это был не только дом писателя, но и штаб-квартира для его кипучей деятельности. Ранним августовским утром 1989 года Юлиан Семенов закрыл калитку и направился в Симферопольский аэропорт. Дела звали «В Москву», где уже запущен уникальный проект «Первые в СССР не государственные газеты и совершенно секретно». Три первых номера разошлись пятимиллионным тиражом. В дорожной сумке – рукопись нового романа «Тайна Кутузовского проспекта». За простотой названия таится прозрачный намек. Этот московский проспект – режимная улица, но Кутузовском живут руководители партии и правительства. В романе с ужасающей отчетливостью проступают очертания трагических событий ближайших лет. Писатель чувствует, что впереди трудная борьба, но еще не подозревает, что написанный им роман окажется последним, а в любимый Крым он уже не вернется. Юлиан Семенов считал, что мир живет по законам логики и долго терпеть безумие не может. Когда-то он написал «Лишь ожидание нового рождает чудо». Человек, который уныл, никогда не ощутит откровения. А ведь не обязательно быть Иоанном, чтобы ощутить это. Каждый человек наделен даром. Надо бы только верить в заданность добра. 8 октября 1931 года в Москве в семье молодой учительницы истории Галины Николаевны Ноздряной и руководителя сектора печати Наркомата тяжелой промышленности Семена Ляндриса родился сын. Ребенок занятых родителей сразу оказался на попечении глубоко верующей бабушки Евдокии Федоровны. Она и окрестила его тайком от партийных родителей. При крещении младенец получил имя Степан, однако родители не приняли такого пережитка прошлого и записали в ЗАГСе ребенка Юлианом. Как гласит семейная легенда, честь императора Юлиана Богаотступника. Крещенный своей бабушкой Степан Юлиан в жизни, он был верующим человеком и никогда не творил зла ближнему. Вскоре случай свел Семена Александровича с Николаем Бухариным, главным редактором газеты «Известия». Тот пригляделся к энергичному организатору и предложил стать своим заместителем. Жизнь семьи маленького Юлиана была счастливой, но в 1937 году все изменилось. Родной брат Семена Илья Ляндрис, один из создателей московского уголовного розыска, арестован как враг народа. Николай Бухарин снят со своих постов, исключен из партии, судим и расстрелян. Семен уволен с работы за политическую близорукость. Не разглядел врагов в своем начальнике и в родном брате. Началась война. Семен Ляндрис организует печать фронтовых газет и разрабатывает собственную конструкцию портативного типографского станка для партизанских отрядов. А Юлиан попытается убежать на фронт и сражаться с фашистами. Лишь случайно его обнаруживают и возвращают домой. В июне 1945-го отец, назначенный руководителем издательства Советской военной администрации в Германии, возьмет его на лето к себе. Юлиан своими глазами увидит поверженный Берлин и те улицы и площади, где впоследствии развернется действие 17 мгновений весны. Самое сильное впечатление – это впечатление от поверженного Берлина весной 1945-го, где я, 14-летний мальчишка, и с папой, так сказать, вот оказался. Вот это ощущение победы нашей, так сказать, оно было не таким, как в Москве, оно было иным совершенно, понимаете, все пропахло порохом. Вот это ощущение живет во мне как самое сильное впечатление моего детства. В 1948 году Юлиан поступает в Московский институт востоковедения, усиленно учит языки пушту и фарси. Однако близкая перспектива стать дипломатом или разведчиком оборвалась. Эхо 1937 года и связи с врагом народа Бухариным настигло отца 30 апреля 1952 года. Семен Ляндрес арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Жизнь семьи резко меняется. Соседи по коммуналке пытаются отобрать жилплощадь. Мать Галину Николаевну снимают с должности директора школы, и она с трудом находит место учителя в фабрично-заводском училище. Юлиан в это время осаждает инстанции с жалобами на следствие и просьбами пересмотреть дело невиновного отца. И инстанции отреагировали. Сообщили в институт о том, что студент Ляндрес систематически оспаривает решения компетентных органов и клевещет на советское правосудие. От исключения из комсомола спасли неравнодушные товарищи. Аспирант Зия Буниятов, герой-фронтовик, будущий академик, и однокурсник Женя Примаков, ближайший друг на всю жизнь. Тоже будущий академик, впоследствии возглавивший институт востоковедения, а затем службу внешней разведки и правительство России. Однако избежать отчисления из института Юлиану не удалось. Вчерашний пятикурсник зарабатывает на хлеб грузчиком на рынке и за деньги принимает участие в договорных боксерских боях. Сломанный нос не кажется ему чрезмерной платой за возможность послать отцу в тюрьму денежный перевод или посылку с продуктами. Тот опасно болен после избиений на допросах. Отец вернется домой ровно через три года. После смерти Сталина он полностью реабилитирован, но в свои 47 лет выглядит как старик. Юлиан восстановлен в институте и блестяще защищает диплом, но из-за прошлого отца двери МИДа перед ним закрыты. Юлиан преподает восточные языки на историческом факультете МГУ и поступает в аспирантуру. Он получает предложение написать заметку о визите иранской делегации для журнала «Огонек». Через несколько месяцев журнал уже регулярно публикует репортажи Юлиана Семенова. Под псевдонимом «Взятым в честь отца» молодого литератора узнает вся страна. География его репортерских командировок – это Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия, Северный полюс и Афганистан. Дебют Семенова в литературе – остросюжетная повесть «Дипломатический агент», посвящена востоковеду и военному разведчику Ивану Виткевичу, легендарной фигуре так называемой «Большой игры» – схватки Российской и Британской империи за контроль над Центральной Азией. 200-тысячный тираж книги разошелся мгновенно. Окрыленный Семенов подает заявление в Союз писателей и тут же получает отрезвляющий ответ. Молодой человек недостоин состоять в Союзе советских писателей по причине идеологической незрелости, ведь в своей книге он обеляет политику царизма в Средней Азии и воспевает царского сатрапа – оренбургского губернатора Перовского. Союз писателей Семенова примут лишь через год. Молодой писатель не приемлет культ личности. Антисталинская повесть при исполнении служебных обязанностей о полярных летчиках повышает его известность не только на родине, но и за рубежом. Он был очень резок в суждениях, дрочлив. Он был чрезвычайно начитан и замечательно знал западную литературу. И в то время, это было время, как мы говорили, оттепели, он совершенно вписался в это время. Совершенно. И, скажем, Примаков, Бовин – это все была одна компания, так сказать, ребят-международников. И в то же время новое поколение, такое, знавшее все, что было, но вдруг получившее возможность говорить о том, что было, и о том, что они знают, открыто. И они этим очень пользовались. Их огромную роль сыграют в становлении характера многих молодых, в том числе и моего характера. «Содрогаясь, рассказываю». Вот если происходит чудо «Содрогаясь, рассказываю», тогда получается книга, которую читатель не издает на мукулату. Семенов вошел в обойму шестидесятников и представителей молодежной прозы наряду с Василием Аксеновым, Юрием Казаковым и Булатом Акуджавой. Тем неожиданнее для читателя новый поворот в творчестве писателя. В сентябре 1963 года к газетным и книжным киоскам выстроились очереди. Объектом читательского интереса был очередной номер журнала «Москва» с детективной повестью Юлиана Семенова «Петровка-38». Прототипом главного героя Петровки и будущего цикла детективных романов сыщика Костенко стал хороший знакомый Юлиана, легенда Мура, Вячеслав Кривенко. С ним Семенов неоднократно выезжал на захват преступников во время своей стажировки на Петровке. Я выезжал на захваты преступников, причем дважды были преступники вооружены. Конечно, меня Кривенко не пускал, он сам по-кошачьи входил в дом, я поражался совершенно. Он входил неслышно в дом, неслышно ходил под половицей, неслышно запускал руку под подушку спящего преступника, вытаскивал оттуда пистолет и потом трогал за плечом, говорил, Васильев, посыпайся, мы пришли. Спустя несколько лет в детективной повести Огарева 6 Семенов опишет коррупционные схемы теневой экономики, возникшие из-за страха властей перед рыночными отношениями. В дальнейшем он неоднократно будет писать о необходимости разрешения частной собственности и индивидуального предпринимательства. В начале 60-х Семенов изучает историю Дальневосточной Республики и знакомится с двумя участниками событий, впоследствии ставшими писателями. Роман Николаевич Ким раньше был контрразведчиком-чекистом, а Всеволод Никонорович Иванов – известным деятелем Белого движения, руководителем информационного агентства адмирала Колчака. В архиве я разбираю материалы и нахожу записочку, совершенно поразительную, маленькую. Значит, из Хабаровска комиссар фронта восточного Павел Петрович Постышев пишет главкому Дальневосточной Республики Василию Константиновичу Блюхеру, что сегодня приехал человек от ФЭДа, Феликса Ивановича Дожинского, и его мои люди благополучно переправили через нейтральную зону в Владивосток. Вроде бы начал хорошо работать. Вот с этого, в общем, действительно и начался тогда Владимиров Исаев, а потом Исаев Штирец. Я знаю не очень много позитивных героев в русской литературе, в советской. Но Василий Теркин и Штирец – абсолютной чистоты, преданности, идеи, родины, человека. Для меня это так. Я думаю, что не только для меня. Ничего в жизни не надо бояться. Ничего, кроме фашизма. Его люди должны уничтожать в зародыше, где бы он ни появлялся, писал Юлиан Семенов. И его герой Максим Исаев посвящает свою жизнь борьбе с фашизмом. Глазами Штиреца читатель взглянет на драматические события середины 20 века. Европейскую агрессию Битлера, гитлеровскую опеку украинских националистов, послевоенное бегство нацистов в Латинскую Америку. Самый известный роман о Штиреце – «17 мгновений весны». Это действительно было совершенно новое слово. Это был вообще новый подход к проблеме. И во многом здесь, конечно, ему помог Хемингуэй. То есть вот это вот обращение с фактами и возможность заставить читателя и зрителя поверить в тебя, когда ты говоришь, что в этот день у Гитлера был насморк, и температура поднялась до 37,3, и никто не может проверить, это так или нет, но это звучало так, что вот, ё-моё, вот это да. И начинал, и ты начинаешь считать. Сразу несколько киностудий проявили интерес к его экранизации. Уступив настойчивости режиссера Татьяны Лиозновой, автор забирает почти запущенный в производство сценарий сленфильма и отдает на студию Горького. Ну, не так давно я пересмотрел «17 мгновений весны», и я считаю, что это очень серьезная и очень хорошая картина. И Лиознова там замечательно сработала, и вообще все играют первоклассно. И история эта, она действительно заворажила, так сказать, народ. У телевизоров люди до сих пор, и когда ее повторяют, ее показывают. По непонятному стечению обстоятельств, фильм «17 мгновений весны», несмотря на весь свой успех, он не получил государственной премии. Его выдвинули, но премию дали фильму «Чудак из пятого Б». И он не мог этого понять. За что такая несправедливость? Ну, с таким он встречался часто в своей жизни. В 1988 году выходит последний роман о Штирлице, чей сюжет основан на подлинных судьбах многих разведчиков. В нем Юлиан Семенов описывает возвращение Штирлица на родину, где его ждет обвинение в измене и арест. В сталинских застенках разведчик потеряет сына и жену. Оттого роман и называется «Отчаяние». Отчаяние героя перекликается с отчаянием самого писателя. Он знаменит и любим читателя, но одинок. Его семейная жизнь уже давно дала трещину. В 1955 году он полюбил красавицу Екатерину, дочь писательницы Натальи Петровны Кончаловской и приемную дочь поэта Сергея Владимировича Михалкова, которая согласилась стать его женой. В нашей семье мне Юлик был очень близок в результате. Он мне стал определенного рода наставником. И в определенном смысле я в Юлике видел защиту для себя. И он действительно был защитой очень во многом для меня. В разного рода напасти в семье. Так сказать, он защищал перед мамой, перед Катей, перед отцом, перед братом. Он никогда не обращался за какой бы то ни было помощью к отцу моему. Никогда. И это тоже была часть его, так сказать, программы. Он добился Катерины, он добился имени. Поэтому в этом смысле Юлик был человеком очень самостоятельным. И бесстрашным. Мама очень его любила. Он назвал ее Таточка, Наташа. Она разрешила ему называть себя Наташей. Он очень это любил. И это всегда Наташа, ты. И это было просто очень как бы органично для них. Они вместе ездили в Китай. Оттуда привезли книжку. Вообще маму очень любили. И тоже в своих каких-то моментах каких-то их конфликтов с Катей мама не безоговорочно принимала скромную Катю. В браке у Юлиана Семеновича и Екатерины Сергеевны родились две дочери – Дарья и Ольга. Несмотря на напряженный график работы, писатель много занимался воспитанием дочек. Возил их с собой в путешествия, приучал к творчеству. Благодаря отцовским советам и поддержке Дарья стала востребованной художницей, а Ольга – публицистом. Отец говорил, что его главные друзья – это мы с Ольгой. Вот эта какая-то безграничная любовь к детям, к творчеству, созидательная такая его энергия как раз, мне кажется, помогает и держит их клан на плаву. А вот с любимой женой все разладилось. Я знаю, что там было не все гладко, потому что мне как-то Юлиан говорил, Семенович, простите, Юлиан Семенович, говорил, что у нее очень сложный характер, и он устает очень от этого, и его не тянет домой. О подробностях, как каждый мужчина, он мне не говорил. Это правда. Мама – человек очень яркого темперамента, и ссоры были постоянно. Каждый год летом папа приглашал нас в Коктебель, в Дом творчества Союза писателей. И как-то случилось, на пятый день нашего пребывания на танцплощадке мама поревновала отца. И по утренней аллее, провожаемая Никитой Михалковым, уехала в Москву. Когда мы приехали в Москву, на лечной площадке нас ждал отец. Ну вот в такой тональности и проходило мое детство. Там, где есть ревность, там нет любви, и нет понимания, и нет всепрощения. Этого отец был лишен, спасала его только работа. Постоянное алчное ощущение работы, в общем, не оставляет меня. И только где-то порою действительно бывает страшно не успеть написать все то, что обязан написать. Когда писателю становилось особенно трудно, когда он не получал от родных людей единственного, о чем просил – милосердие, помогала вера. Истинное, не на показ. В один из таких моментов он писал. Одно мне помогает жить, работать и ощущать в себе радость от творчества. В ответ на то зло, которое слышу в свой адрес от близких мне, я желаю им добра. Прошу о добре для них. Верю, что добро одолеет зло. Когда он жил еще на своей даче, в Восточной аллее, в ДСК «Советский писатель», у него была светелка, он украсил ее холстом с изображением церквей. Рядом лежала стопка книг. И очень часто сверху лежала Библия, потому что он сверял свои мысли, открывая на любой странице, и на некоторых остались пометки. Не суди других, не судим будешь, в частности. Говорят, он схватил Бога за бороду. Но, знаете, для того, чтобы схватить Бога за бороду, надо долго лезть по лестнице. До кровавого пота в ладонях. Вот, удача сама не приходит. И счастья сама не дается. Нету, вот, просто так, людей счастливых. За это нужно уметь драться. Вот, работа мне нравится эта, в которой превыше всего идти, удаляясь от света, чтобы снова достигнуть его. Понимаете? То есть надо работать. Я думаю, что в определенном смысле его достаток и его... как вам сказать, его безостановочное движение в его карьере, так сказать, писательской, очень во многом было связано с тем, чтобы доказать Кате, что никто не нужен, кроме него. Ни родителей, никто. Он обеспечит сам все, что ты ходишь. Я смогу сделать сам, все же ты надо. И это в определенном смысле ее подкосило. Потому что это тот самый случай, когда глаза становятся больше, чем рот. И на Юлика это производилось сильное разрушающее впечатление, потому что он по-другому был воспитан. Он, так сказать, все-таки... Это не все катилось в руки саму. То есть ничего не катилось в руки саму. В общем, все это было сам. Поэтому вот это вот, так сказать, а вот еще... Ну, на, 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 на. Ну, да, но зачем столько? И все равно. Ну, да вот это раздражение все прохошло. Одно еще. Когда отец ушел, больше не в состоянии выносить маминой сцены, оставив ей квартиру, он ушел на чердак, потом в подвал, где периодически прорывала канализация, его на стене были отметки. И тогда его единственным домом стала мухоладка. Папа сидел в своем замечательном кресле, старином, глядя на море, писал. Иногда, правда, ночью отражалось его грустное лицо в окне. У него был друг рыжий, наполовину волк, наполовину овчарка. Они каждое утро делали пробежку к роднику, а потом папа заваривал чаи, он сам колдовал, каждый месяц новой смеси. И у него была помощница, тетя Леля. Худенькая такая, с папироской, с деломором вечно во рту. И она ухаживала за садом. И отчина била петь папе песню «Летят утки и два гусева». А у папы был великолепный сад, и на первой террасе росли высоченные помидоры бычьей сердца. И вот после того, как их польют, там стоял такой запах. Парфюмерная лаборатория «Ла-Ла-Бу» такого еще не собрела. Вот потом отец садился на свой «Жигуленок рыжий». Он примастил там телефон, аппарат. Он считал, что это правительственная связь. Но он был ребенком иногда. Его знали в «Жигуленке». Он спускался на пляж в шапочке, в трусах, с пишущей машинкой и писал, придавливая написанные страницы камушком. Вот так он там жил. В Крыму Юлиан Семенов напишет многие свои произведения. И книги о Штирлице, и роман ТАСС уполномочен заявить. После этого его имя окажется прочно связанным с разведкой и контрразведкой. Это породит слухи. Юлиан Семенов тайный агент КГБ. С Андроповым Семенов действительно был знаком лично. Юрий Владимирович охотно общался с писателями, режиссерами и учеными. Семенов в 1967 году опубликовал роман «Майор Вихрь». Его экранизация была запущена на Мосфильме. Описывая работу советских разведчиков в окрестностях Кракова, писатель использовал некоторые реальные факты деятельности двух разведгрупп. После выхода романа прототипы персонажей потребовали восстановить правду жизни и внести коррективы в сценарий. На возражение о том, что роман художественный, а не документальный, легендарные разведчики не реагировали. Работа съемочной группы оказалась парализована. Семенов обратился за разъяснениями в пресс-бюро КГБ. Ситуацию доложили Андропову. Тот не только согласился с доводами съемочной группы, но и пожелал лично познакомиться с автором высоко оцененных им романов «Пароль не нужен» и «Майор Вихрь». Он замечательно работал с материалами, действительно, он с архивами работал как никто, быстро очень, но так он прорабатывал их насквозь. Лишь единственный раз и действительно по личному указанию Андропова Семенова ознакомили с материалами уголовного дела агента ЦРУ США Трианона, которая рассматривалась в закрытом судебном заседании и содержала секретные документы. Сотрудник Министерства иностранных дел СССР Александр Огородник в течение четырех лет передавал разведке США секретные дипломатические документы. Все они докладывались лично госсекретарю США Генри Киссинджеру. ЦРУ снабдило Огородника быстродействующим ядом. Он отравил свою любовницу, раскрывшую его шпионскую работу, и сам отравился при аресте. Несмотря на самоубийство шпиона, контрразведчики сумели взять с поличным сотрудника ЦРУ Марту Петерсон, работавшую под крышей Аташе по культуре посольства США. Образцово проведенная операция вошла в учебники всех разведок мира. Ее руководители, генералы КГБ Виталий Бояров и Вячеслав Киварков, будущие книжные Константинов и Славин, предложили Андропову раскрыть детали операции с помощью книги и фильма. В кандидатуре автора сомнений не было. На самом высоком художественном уровне это мог сделать только Юлиан Семенов. Семенов лишь бегло за полчаса пролистал 15 томов уголовного дела, сказав, что общая канва событий ему понятна, а подробности он придумает. Роман ТАС уполномочен заявить, стал очередным бестселлером Юлиана Семенова, причем не только в СССР, но и в США, Англии, Франции. То есть у меня нету сведений, что он работал на КГБ. Юлиан Семенов был одним из самых издаваемых на Западе советских писателей. Что касается слухов о связях КГБ, то, как ни парадоксально, источником этих слухов был сам Семенов. Это являлось определенной частью имиджа, особенно для западного читателя. Ведь кадровыми сотрудниками разведки были его английские коллеги Джон Лекаре и Грэм Грин. Ну и согласитесь, что для западных издателей продать триллер от автора, который является тайным генералом КГБ, было гораздо заманчивее. Он мне рассказал о его знакомстве с Андроповым. Я знал, что он был близок к КГБ. Мы поехали с презентации книги «ТАСС уполномочен заявить» в Бостон. На пресс-конференции один журналист сказал «Я слышал, что вы полковник КГБ». Юлиан ответил «Нет, я генерал КГБ». И все очень смеялись. Все эти годы Семенов продолжает активно заниматься международной журналистикой. Читатели с интересом встречают его репортажи из Японии, Австралии, Чили. Находясь у партизан Вьетнама и Лаоса, писатель получает контузию во время бомбардировки джунглей ВВС США. В опасных командировках он знакомится с яркими и неординарными людьми. Сводила жизнь, я очень горд, что были такие встречи с такими людьми. Жак Дюкло, Принц Супановон, Хоши Мин, Амар Тарихов, товарищи Куньял, Карвалан, Альенде. Я скажу, так посмотришь на этих людей, понимаете, ответственность. Я должен написать про них. На рубеже 80-х годов Юлиан Семенов собственный корреспондент литературной газеты в Западной Германии. Здесь писатель ожидает новое интересное знакомство с Георгом Штайном. В годы войны Штайн воевал на Восточном фронте и был свидетелем вывоза немцами награбленных в русских музеях ценностей, в том числе знаменитой янтарной комнаты из Царского села. Спустя много лет Штайн случайно узнает из газетной статьи, что янтарная комната, которую он видел упакованной в ящики в Кенигсберге и считал давно возвращенной в Россию, до сих пор не найдена. Штайн начинает розыск следов янтарной комнаты в немецких архивах и создает уникальную картотеку на предметы искусства, похищенные в российских музеях в годы войны. Когда эти ценности всплывали на аукционах, Штайн предъявлял документы, доказывающие их принадлежность русским музеям. Аукционные дома Европы и мафия подпольных торговцев ненавидят Штайна, а многие сограждане считают его деятельность предательством национальных интересов Германии. В этот период Семенов знакомится с бароном Фальцфейном, который проживает в княжестве Лихтенштейн, но по рождению русский. Предки барона основатели всемирно известного заповедника Аскания-Нова в Херсонских степях. Знакомство с бароном открывает Семенову и миллионам читателей колоссальное культурное наследие русской эмиграции, спасенные в годы кровавого хаоса революции и бережно сохраняемые в поколениях. Процесс розыска интерной комнаты с Георгом Штайном и бароном Фальцфейном Юлиан Семенов опишет в книге «Лицом к лицу». Лицом к лицу писатель оказался в ходе поисков и с мафией, и с бывшими нацистскими руководителями, любимцем Гитлера Отто Скорцени, рейск-министром экономики Альбертом Шпиером и обергруппенфюрером СС Карлом Вольфом. Юлиан Семенов и Эдуард Фальцфейн организовали Комитет за честное отношение к русским культурным ценностям. Мы устроили общество, 12 человек, которые занимались искать русских вещей, которые украли во время войны, во время революции и так далее. Там были знаменитые люди и все были криминалисты. Самый большой криминалист в Европе Жорст Семенон. При поддержке этих людей Семенову и Фальцфейну удалось вернуть на родину картины и рисунки Коровина, Репина, Бенуа, уникальное книжное собрание Сергея Дягилева, документы и письма Лескова, Льва Толстого и многие другие реликвии русской культуры. Когда Семенов и Фальцфейн уговорят сына Шаляпина дать разрешение на перенос праха великого певца на родину, советские чиновники их не просто не пригласят, а даже не сообщат о церемонии перезахоронения. Барон до сих пор помнит все детали этой истории. Мы сделали доклад присутствия Юлиана Семенова, барона Фальцфейна, Федора Федоровича и Шаляпина. Мы здесь подтверждаем, что сын Федора Федоровича ничего не имеет права от своей семьи, что папа Шаляпин который похоронен в Париже, Батиньоль, можно было перевезти в Москву. Поехал в Париж, поехал в Шираков, показал бумажку, он говорит, это совсем другое дело. Если семья ничего не имеет против, пожалуйста, бери и вези в Москву. И был чудный похорон. А теперь печальный вещь. Я еду в Ниццу к моей матери, покупая газету «Ниц Матэн» и на первой странице вчера переохоронили знаменитого певца Шаляпина в Москве. А она с обоих, папа, Юлиан и я, которые устроили эту вещь, забыли пригласить. Папа и я очень переживали. Я помню. Потому что это некрасиво. Деятельность Юлиана Семенова и Комитета за честное отношение к русским ценностям становится неугодно многим. В Германии после многочисленных угроз при невыясненных обстоятельствах погибает Георг Штайн. Скорый вердикт полиции самоубийство. Штайн якобы заколол себя ножом в глухом лесу. Два предыдущих покушения на Штайна, совершенные с использованием схожего холодного оружия, следствием проигнорированы. В Москве партийные чиновники неодобрительно смотрят на контакты Юлиана Семенова с подозрительными иммигрантами. А о бесценном культурном наследии России высокомерно заявляют, что коммунистическое государство не нуждается в старье царских времен. Именно такую реакцию вызывает инициатива Семенова по восстановлению императорского Ливадийского дворца, находящегося в плачевном состоянии. Не особо радует советских чиновников и возвращение во дворец уникального гобелена с изображением царской семьи. Шедевр пропал во время революции. Именно Юлиан Семенов нашел его на аукционе в Германии и уговорил барона Фальцфейна выкупить и вернуть родине. В этом бдительные бюрократы правильно усматривают крамольное намерение восстановить память о царской семье. Семенов понимает, что давление будет только возрастать. Завистники не простят ему ни статуса самого читаемого в СССР писателя, ни успеха на Западе, ни смелых инициатив. Всегда завидует успешному человеку, который добивается успеха. А он добивался, но он знал, кого стоит уважать, кого стоит доверять. И он знал, кому не стоит и кто не достоин того звания писательского. Таких было множество у нас. 10 тысяч членов Союза писателей и на средних писателей оказалось немного. И это не увеличило число. его друзей. Не на сколько стало часто сказать диверситалитно эти наши пленаны писательские, и по ножовщине идет, и выяснение отношений, вместо того, чтобы делом заниматься. Я как-то так в нашей связи, это наша ассоциация в этих политиков фантастиков к нам привыкает. Это читает молодежь. И вот через этот жанр я вижу свою задачу гражданина и писателя помогать молодежи. Говорите правду и строите в нее доброе, честное, любящее свою родину. В 1986 году Юлиан Семенов вместе с известными писателями разных стран учредил международную неправительственную организацию Мадопор и был избран ее председателем. Почетными сопредседателями Мадопор стали давние друзья Семенова Жорж Семенон и Грэм Грин. Столь внушительный статус позволил Семенову пробить брешу в бюрократической стене. В 1988 году он основал первое в СССР независимое издательство Дэм. Это совместное советско-французское предприятие издаст миллионными тиражами романы самого Семенова, Жоржа Семенона, братьев Стругацких и только что вышедшие из-под запрета книги Булгакова, Набокова, Бердяева. Большие суммы от доходов издательства писатель тратит на благотворительность, помогает детскому фонду и пострадавший от землетрясения Армении восстанавливает музеи. Мнение советской страны, мнение господина Московича было единодушным перечислить 100 тысяч рублей детскому фонду. Я думаю, не обведнеем от того, что мы передадим 100 тысяч сиротам, а я думаю, что Бог нас поблагодарит за это, а Бога надо чтить. Но была у перестройки гласности и наступающей свободы и другая сторона. В конце 80-х Семенов с пугающей ясностью почувствовал, что ситуация развивается катастрофически. Главная задача момента, и мы не имеем права забывать это ни на минуту, это вопросы нового законодательства. Если мы это законами не подтвердим, нам отгрызут руку все те, кому это новшество, которое вводится, гласность, перестройка, уроки демократии, вот так вот. Они хотят жить по-старому, по-новому они жить не умеют. Идет просто борьба, если хотите, за власть. Не за кресло, за власть. Весной 1989 года Семенов начинает выпуск неподконтрольных государству журнала «Детектив» и «Политика» и газеты «Совершенно секретно», сразу ставших лидерами читательского спроса. Газета публикует рассекреченные архивные документы, статьи Сахарова и расследования журналистов нового поколения Евгения Додолева, Дмитрия Лиханова, Елены Светловой. Семенов в своих передовицах просит «Усмирите произвол многомиллионной бюрократии, дайте землю народу, разрешите частную собственность, предоставьте больше свобод кооператорам, повысьте зарплаты учителям и врачам». Вера еще считается в стране опиумом для народа. Православная церковь находится в униженном положении, а Юлиан Семенов публикует в одном из первых номеров Нагорную проповедь и приглашает в редакционный совет газеты и журнала священника Александра Меня. «Он не рассказывал о Юлиане Семеновне. Мы с ним познакомились, мы нашли общий язык, есть совершенно секретный, вот меня там будут печатать, меня пригласили в редакцию. Он ценил независимую прессу и вот в частности совершенно секретно для него это был, так сказать, еще праздник». Всесторонне образованный проповедник привлекает православных со всех концов страны. Ему верят, его слушают. Со страниц газеты «Совершенно секретно» впервые в истории Советского Союза православный священник обращается к соотечественникам, просит власти вернуть храмы верующим и пишет рождественскую проповедь, в которой призывает россиян к миру и любви. Одновременно на кассетах выходят видеовыпуски «Совершенно секретно», ставшие прологом к будущим телеканалу и радиостанции, как мыслил это в планах Юлиан Семенов. 50-х годов пришла в упадок и оказалась на грани закрытия. Параллельно писатель ведет переговоры с зарубежными партнерами о масштабной реконструкции бесконечно любимого им южного берега Крыма, который он называет «благословенным краем». Семенов хочет строить доступные для всех граждан отели и кемпинги, ратует за развитие туризма, который принесет миллионы в казну государства. Увы, с уходом Семенова эти проекты так и не были реализованы. «Дважды Ярославский полиграфический комбинат выдвигает Семенова в депутаты. Нет сомнений, что он был бы избран». Но писатель отказывается от депутатской карьеры, поясняя «Слишком много еще мне надо написать». Тем не менее, доверие миллионов читателей и проступающие контуры единственного в СССР медиахолдинга совершенно секретно превращали Юлиана Семенова во влиятельного публичного политика, а четко заявленная позиция о недопустимости разграбления страны и ущемления национальных интересов России делала его врагом значительно более серьезных сил, нежели литературные завистники или партийные демагоги. Он всегда был за сильную Россию, он боялся распада Советского Союза, но только вот он был, наверное, за свободу, а не за воровскую волю. Нападали в то время сильно, сильно его кусали, и он защищался и продолжал говорить правду и со страниц своих газет и публичных выступлениях. Его книги издавались по всему миру, очень большими тиражами. Он был с журналистом и знаком как журналист со многими политическими деятелями. Его звали Голливуд. Ну, создатель Штирлица не может уехать из страны. Папа считал, что в России есть две традиции. Традиции рабства и великие традиции демократии и предпринимательства. И он стоял горой за традицией демократии и предпринимательства и истинной духовности. Истинного патриотизма, а не квасного. В какой-то момент вот такой вот идеалист, романтик идеи стал не нужен. И более того, стал опасен тем, кто хотел получить власть, деньги любой ценой. Потому что отцу это было в конечном итоге не так уж и нужно. Он жил и работал ради идеи. При всем прекрасном, что происходит, что меня очень тревожит, вот это, знаете, наше рабство. Кто нас защитит, кто? Никто нас не защитит. Сами должны защищаться. Семенов и совершенно секретно не собирались оставаться пассивными созерцателями начинавшегося обвала государства. Многим в этот период хотелось, чтобы писатель замолчал, а его инициативы заглохли. Чтобы не было газеты совершенно секретно в том виде, в каком она задумывалась, чтобы не встречались члены Международной Ассоциации детективного политического романа в доме отца в Ялте, чтобы не было проектов по восстановлению ялтинской киностудии, созданию туристических зон и в Крыму, и на Донбай. Это мешало. Зачем? Тем более отцу Бога очень много известно о том, как и куда уходят большие деньги. Не на восстановление экономики. Этого ему простить не могли. В апреле 1990 года в Париже был отравлен ближайший помощник Семенова, его правая рука в газете Александр Плешков. Смерть наступила почти мгновенно. Менее чем за час внутренние органы Плешкова оказались разрушены. Французская полиция демонстративно спустила дело на тормозах. Смерть помощника стала для Семенова шоком. Я помню эти поминки и на Юлиане Семеновиче просто лица не было. Он плакал. Для него это была страшная совершенно потеря. Через месяц после загадочной смерти Плешкова у Юлиана Семенова случился инсульт. 20 мая того года мне позвонили утром и сказали, что мы не можем что понять, сейчас должны быть переговоры с мертвиком, а Юлиан Семенович говорит плохо. Мы вызываем скорую. Юлиана Семеновича перевезли к Навалову в Бурденко и через несколько дней ему стало чуть-чуть лучше. Прогнозы на восстановление были благоприятны, но тихим июльским утром палату писателя посетили двое незнакомцев. Они предъявили удостоверение сотрудников влиятельного ведомства и попросили медперсонал удалиться. Вернувшись к больному, медики обнаружили Семенова без сознания. Повторный инсульт. После этого инсульта писатель уже не сможет вернуться к активной деятельности. К нему через какое-то время пришел Александр Минь в светлом подряднике. Благословил его, поговорил. Очень грустные были глаза в тот день у Миньи. Через какое-то время его зарубили. Это был уже третье жертва. Первым был Александр Клешаков, отправленный в Париже. По мнению многих, в гибели священнослужителя были замешаны влиятельные силы. Удар был сделан в такое место, когда я спросил, а если бы тут же пришла помощь, возможно было? Нет, говорят, это как раз узел, там, где вся кровь, все равно ничего бы не спасло. Это был профессиональный удар. Следствие продлится 10 лет, но убийство проповедника останется нераскрытым. Меня вызывает следователь и задает мне кучу вопросов всяких. Я говорю, вы знаете, у меня, так сказать, хватает интеллекта, понимаете, что вы ничего не ищете. И он смотрит на меня в глаза и говорит, как, улыбаясь, и говорит, да как, 10 томов мы уже нашили. Но было совершенно очевидно, что это ничего не происходит. Они ничего не искали. Загадкой осталась и смерть Александра Плешкова. Личности посетителей, навестивших Юлиана Семенова в больнице, также не были выяснены. Я никогда не забуду его липко. Он узнал меня и так чудно засмеялся, но сам не мог ничего сказать, потому что у него был инсульт, и у него не было возможности говорить. для меня это впечатление было такое ужасное. Я рад был его увидеть, снова обнял его и так далее. Я с ним здесь разговаривал, и мы такие большие вещи вместе устраивали в этой жизни, а вдруг я не могу с этим человеком говорить, поделиться и так далее. Это впечатление такое, которое я не могу вам объяснить, но если ты имеешь друга, его давно не видал, и вдруг его видишь, ты хочешь что-нибудь ему сказать, я-то сказал, что нужно, но он же не мог ответить. Так что это для меня был такой прием жизни, который я никогда не забуду. Видно, Юлиан, я его так любила. А Лилия Лихтенштейн хотела сделать документальный фильм для BBC One и ей удалось даже взять интервью у двух медсестер, которые были свидетелями второго инсульта, но когда она уезжала в Шереметьево, хотели сначала все пленки изъять, а потом оказалось, что они все засвечены. Так что документального фильма для BBC о Юлиане Семенове не случилось. Таинственным образом исчезнут и передачи о христианстве, записанные на телевидении отцом Александром Менем незадолго до смерти. После его убийства все стерли то, что он наговорил. Было несколько передач, там, по-моему, шесть или семь, что он сделал, запас, что называется, и ничего, это было все стерто. Все стерли? Да, все это стерто. Вы пытались найти? Нет. нет. Это вот эта самая женщина, которая, так сказать, ему это все устроила, она говорила, не знаем почему, вдруг красы нету. Череда этих трагических событий породит откровенно желтые или клеветнические версии. Так, эмигрировавший в США бывший сотрудник газеты совершенно секретно Александр Бенинсон заявит, что Семенов, Плешков и отец Александр Мень якобы хотели опубликовать в газете документы, доказывающие факт сотрудничества с КГБ некоторых священнослужителей, за что и поплатились жизнью. Мы с братом, да, выросли в катакомбной церкви. У него никогда в жизни не было попытки кого-то разоблачать. Он знал всю эту структуру, поэтому это настолько смешно звучит, и он знал прекрасно, что есть люди верующие, из иерархии, которые шли на какие-то компромиссы, которым не позавидуешь, которым очень трудно, они стремились огонек не погасить, с одной стороны, а с другой стороны, им приходилось сотрудничать с органами. Это сложная ситуация, он понимал, что никогда никакие документы на кого-то, чего-то, это абсурд, который специально придумали люди, которые не понимали ситуации, понимаете? И, между прочим, Юлиан Семенов тоже прекрасно понимал эту ситуацию. Это просто чистая придумка, причем придумка, наверное, по тому же адресу, мне кажется. И потом распространить, а как это хорошо? Ну, что делать? Разумеется, ни отец Александр, ни беспартийный Юлиан Семенов не собирались клеветать на православную церковь. Но в тот период некие силы стремились любой ценой очернить знаменитого писателя и память о его единомышленниках, а может быть и отвлечь внимание от других версий. Газета с уходом Семенова станет другой. Что-то ушло, она стала меняться, начиная с верстки, с обложек, заканчивая текстами, ну, это как бы такой был естественный процесс. А потом, на мой взгляд, она просто стала так тихо умирать. Под руководством Артема Боровика совершенно секретно в 90-е годы обретет известность как орудие для слива компроматов в войне политических и финансово-промышленных группировок за дележ бывшей государственной собственности. Совсем не та стратегия развития планировалась для газеты ее основателем. Юлиан Семенов принципиально не вступил в компартию, считая, что она скомпрометирована репрессиями сталинского периода, однако не поддерживал деструктивные настроения радикалов. Считал необходимой сильную государственную власть с развитыми демократическими институтами. Законы должны писаться для трезвых и сильных, а не для пьяных и слабых, любил повторять писатель слова Петра Столыпина. Не случайно он посвятил два исторических романа сильным политикам Петру Первому и Столыпину. Его идеалом был Столыпин. И я думаю, что трагическая судьба Петра Первого была интересна ему, как создателя новой цивилизации в России, новой эпохи. Его не слышали, ему завидовали, ему, наверное, было больно. И он вспоминал Маяковского. Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят, что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь. Юлиан Семенов умер 15 сентября 1993 года, не успев завершить важных для страны дел. Но он оставил книги и фильмы, проблематика которых актуальна и, по сути, вечно. Сегодня мы открыли памятник Юлиану Семенову. Мы вспоминаем его добрые дела и, конечно же, должны брать пример с таких людей, которые всего себя отдают людям. И, конечно же, если будем мы так делать и вспоминать такими деяниями своими Юлиана Семенова, то мы, конечно же, будем на правильном пути. Так, пускай Господь дарует нам сил, терпения, мужество, чтобы мы были такими же верными и своему Отечеству людьми, и своему городу, и тоже творили добро, и чем больше, тем больше. Мы живем в такое замечательное время, что наша планета станет наедине. И все, что высокое, оно будет собираться вместе. И об этом мы верим тоже. Все, что хорошее есть, зло, оно, конечно, есть любовь. То, что существует добро, это уже чудо. Потому что зло, раздумение агрессивное, так зло было бы не столько ценно, нет, вдруг оно возникает, вдруг возникает святость, вдруг возникает самопожертвование. И это великая вещь. Я с вами приду навстречу с огромной радостью, потому что таких добрых глаз, так сказать, таких прекрасных требовательных глаз, нигде в мире не увидишь. Так что спасибо вам за то, что вы есть. Без вас нас нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok